Это прогноз, ну то есть предположение, логическое рассуждение. Если предшла о том, что это предвидение, ясновидение, то это сбылось бы на 100%. А прогноз это вещь такая проблематичная. Напомню старый советский анекдот. Радио Армянское это некий мем. Те, кто отвечают немножко не в попад, немножко коверкая русский язык, немножко глуповато. Что думает Армянское радио о советской власти? Советский власть очень хороший, но очень долгий. Вот такой же примерно ответ можно дать Лукашенко. Значит, является ли он долгожителем на вершине власти? Да, конечно. Ну, бывали и более долгие долгожители. Всеслав Чародей 57 лет правил полоцким княжеством. Нарушается ли обязательство конституционное со стороны Лукашенко не сидеть на властном, так сказать, Олимпе больше двух сроков? Да, нарушается. Значит, хочет ли он, как говорится, отдать Беларусь как котенка или щенка в хорошие руки? Может, и хочет. Только есть ли они эти хорошие руки-то? Понятно, что в качестве политического противника Светлана Тихановская не может рассматриваться всерьез, потому что она не политик, и у нее нет опыта управления ничем. Разве что, по белорусской прословице, правит домом, как черт болотом. Знатокам славянских языков напомню, что Баба Яга – персонаж русских сказок, значит, и часто гадают, почему вот она Баба, почему она Яга, связано ли это с индийской йогой. Но в белорусском языке есть такое определение – Ягая Баба. То есть, женщина с сильным характером, женщина, которая правит как раз во всех областях. Значит, такое по-английски называется Powerful Beach. Так что, даже если среди кандидаток женского пола попадется в Белоруссии какая-нибудь Ягая Баба, то вряд ли это повод для того, чтобы сменить, так сказать, здорового Як-Лось Лукашенко на, значит, феминистических или феминистских, или сомнительных персонажей. Так что, в виде прогноза Лукашенко, разумеется, победит, потому что избиркомы – это часть государственной структуры. Значит, тип власти в Белоруссии в политологии определяется как электоральный авторитаризм. То есть, правление авторитарное, но выборы все-таки проводятся, ну, просто как, так сказать, способ выяснить общественное умонастроение. Значит, если бы это не началась эта буча, эта склока, значит, скорее всего, итоги выборов были бы, ну, как говорится, классика жанра – 80 с лишним процентов. Это сходило уже несколько раз и сошло бы и в этот. Но поскольку сейчас вот такой напряг, то на месте, так сказать, мыслителей я бы все-таки не рисовал ничего и ничего не подбрасывал. Потому что это точно станет заметно, и по этому поводу будут протесты. А вот если выборы пройдут прозрачно и честно, то все равно большинство выберет Лукашенко, потому что они не маргиналы и они не экстремалы. Они даже не пассионарии по определению Гумилева. То есть им шило в заднице не торчит и, значит, и не зудит. Им не хочется перемен просто ради перемен. У себя в жизни люди порой перемен не могут сделать, хотя все время о них твердят. Поэтому будет больше 50% однозначно, а те, кто будет протестовать против этих 50%, уж точно дураки и наймиты. Спасибо.